Сегодня героиня нашего видео вот такая орхидейка. Она у меня в коллекции находится с того года. Мне ее подарили. Пересажена она была 24.05. Подарили мне ее на 8 марта. Орхидея цветет, вы сейчас видите на экране, как. Я не знаю, как ее зовут. Но, возможно, вот шоупис, как вариант. Есть у меня такое подозрение. Но поскольку в нашем городе все орхидеи продают без названия, поэтому определять тоже неблагодарное дело, потому что на название влияет все. Вот черточка другая на лепестке и все, это уже другое название. Так вот, в чем, собственно, дело. Я благополучно отстригла все цветоносы, которые уже цвели в зимнем цветении, до первой почки живой. И вроде бы внешне все неплохо, да? Ну, такие жирные, прекрасные корни. Внутри в горшке такая же история. Корешки хорошие. Даже показывают, вот смотрите, такие вот ответвления. Воздушные корни редко такие ответвления показывают. Ну, вроде как орхидеи хорошо. Ну, вот есть закукольные корни, конечно. Ну, у нас жара, у нас сейчас 32 градуса, поэтому, знаете, орхидеи сейчас очень тяжело. Растет лист. Воздушные корни распрекрасные. Внутри субстратные корни шикарные. Даже вот видите, вот и прет их во все щели, во все дыры. Не на что жаловаться. Прекрасная корневая система. У этой орхидеи хорошая посадка. Здесь и кокосовое... Ну, то есть вот все, как я люблю. Кокосовое волокно, камни, мох, кора. Сложная посадка, сложную составную грудь. Так что же меня смущает? Почему эта орхидея находится в орхидейном санатории? А я вам сейчас объясню. Мы смотрим. Листовые пластины неплохие. Хорошие, я бы даже сказала. Ну, не все. Посмотрите. Вот одна листовая пластина показывает ненормальность. Вот это ненормальный цвет листа. Для начинающих орхолюбителей, обратите, пожалуйста, внимание. Это нездоровый лист. Все началось вот с коряпки. Вот с такой рыженькой. Ну, вот с этой коряпки на листочке. И я вижу динамику. Я пристально наблюдаю за орхидеями в моем орхидейном санаторе. Для того я его создавала. И каждый день я вижу динамику к ухудшению. Более того, я мазала здесь зеленочкой. Бывает, знаете, зеленочкой помажешь, и все как останавливается. Нет, не останавливается. Более того, я пролила уже орхидеи привикором и топсином. Здоровый лист молодой лезет, распрекрасный. Но вот эта вот часть, вот, если орхидеи вот так вот разрезать пополам, то вот эта часть здоровая, как ни странно. А вот эта часть, нет. Вот смотрите, вот нижний лист. Ну, ладно, она его съест, он не показательный. Смотрите, вот тоже лист, да? Вот какие-то вот, вот он нездоровый. Мне не нравится этот лист. Смотрите, вот по краю вот такая какая-то кайма с потемнением. Нездоровый ровный цвет листа. Это всегда говорит о том, что орхидеи что-то либо не хватает, либо какая-то болезнь. Это крайне сложно определить, вот так, знаете, так, с нахрапом. А здесь вот смотрите, пожалуйста, абсолютно ровные, прекрасные листовые полости. Ну, это пыль на них, это нормально. Теперь смотрим еще один листик. Давайте, вот я так аккуратненько, потому что у нас там корней много, они все торчат наружу. Ну, не все, а некоторые. Смотрите, вот смотрите, тоже. Ну, что это такое? Вообще-то это ненормально. Опять вот какие-то полосы. Лист неровный. И он, знаете, он дрябый. Он немножечко такой, знаете, так вот видите, вот как сморщенный. Он ненормально впитывает влагу. В отличие от вот этого листа, видите, здесь все хорошо. Лист нехороший. Лист нехороший. И лист совсем плохой. И вот эти мои поливы, потуги, да, ухода поливы вот с фунгицидами, возможно, и держат эту орхидею в узде, да, то есть она вот половина здоровая, половина непонятная. Но, тем не менее, вот этот лист прогрессирует. То есть у орхидеи есть болезнь. Если вот по этим листам я бы еще подумала, что может быть не хватает каких-то элементов, то вот этот лист, это точно болезнь. А какая? Вот мы сейчас с вами подобрались к очень интересному вопросу. Ну, во-первых, у меня про пестициды и фунгициды есть два короткометражных видео. Я вам очень рекомендую их посмотреть. Потому что если вы решили пополнить 3D-рхолюбителей, то, конечно, вам придется покупать определенные препараты в аптечку орхидейно. Потому что орхидеи живые организмы, собственно, все комнатные растения живые организмы, но орхидеи это особенная история, это особенный цветок. И поэтому за ним надо ухаживать и чуть что сразу же принимать какие-то меры. Нужно будет разбираться обязательно в этих различных препаратах. И есть 132-ое видео на канале у меня, где я рассказываю вообще про вот как работают вот эти вот все фунгициды и для чего они, и по чем отличаются простые фунгициды от непростых, системные от несистемных, нового поколения от ненового поколения. И обязательно посмотрите это видео, вы сейчас на экране видите ссылку на него. И смотрите, что я могу, какие выводы сделать. Ну поскольку болезни существует тьма таракания, я сейчас говорю про фитоболезни, хотя их вообще всех существует много, и возбудителей болезней тоже много. Давайте мы про фитопатогены поговорим. Кстати, в том видео я и про фитопатогены рассказываю, что это такое классификацию их. Ну что это вирусы, бактерии, эти как их, грибки, микроорганизмы патогенные тоже фитопатогенами называются различные. Так вот, только на сегодняшний день известных 10 тысяч болезней, которые вызывают патогенные грибы. И биологи утверждают, что существует столько же болезней, которых нет названия. Бактериями немножко по-другому. Возбудители вызывают болезни у растений тоже где-то порядка, там, 200, кто-то пишет 150, кто-то пишет 300, разные источники. То есть, представьте, сколько их. Если я свято раньше верила, что если сейчас это растение отправить на анализ в лабораторию, то они 100% определяют, что за вот эта вот гадость вызывает вот такую болезнь, то сейчас я сомневаюсь очень даже, потому что, ну, это немыслимое количество заболеваний, возбудителей, как это определить. Другое дело, что архоманы в силу большого опыта, либо биологи по вторичным признакам могут в какой-то высокой степени вероятностью определить какие-то заболевания, то мы с вами, да, вот я себя подчисляю к архоманам, да, я занимаюсь орхидеями где-то 10 лет, ну, может быть, чуть больше, осознанно 10, я не могу определить, что это, и даже не буду строить из себя там какого-то, знаете, гуру или там пригурка, нет, нет, фиг его знает, что вот это такое. Ну, ну, не знаю я, вот правда. И поэтому, естественно, я думаю, ну, ладно, что мне с этим делать? Хорошо, я не знаю, ни в какую лабораторию я отправлять растения не буду, но это абсурд, это, во-первых, денег стоит, во-вторых, ничего там 100% никто не скажет. Есть какие-то платные маркеры, стоят они, кстати, очень дорого, которыми тоже можно определять каких-то возбудителей, но нет, ну нет, ну что ли, ну растение стоит там, допустим, сейчас полторы-две тысячи, да, ну что я буду покупать, нет. И тогда я принимаю решение как-то методом проб и ошибок с высокой долей вероятностью определять, да, то есть что я буду применять. И я пролила двумя фунгицидами, привикур это одно действующее вещество, тапсином это другое действующее вещество. И по-видимому растению-то заходит, потому что, ну, это была неоднократная обработка, потому что корни здоровые, это половина растения здоровая, а вот эта половина больная. И тогда я понимаю, что, в принципе, раз часть растения здоровая, а часть как бы показывает, ну, пока непонятное состояние, я предполагаю, что все-таки оно больше здоровое, чем больное, и местечковое, вот так вот, знаете, как локально. Я могу сейчас помочь орхидеи, я вижу, что этот лист прогрессирует, была вот такая всего лишь точечка, теперь я вижу вот эти вот изменения, вторая появилась вот эта коричневая история, нет. Друзья, у меня вот это вот философское сейчас было рассуждение не просто так, оно обращено сейчас начинающим орхолюбителям. Если вы видите, что лист портится, если вы не понимаете, не знаете, сразу удаляйте лист. Я немножечко решила повременить, понаблюдать, и я вижу, что лист прогрессирует, ну, вроде бы орхидея хороша, все остальное зашибись. Поэтому мы сегодня с вами проведем хирургическое вмешательство. Я вам покажу, как я удаляю вот такие вот больные листы, потому что здесь идет прогрессия, а вот на этих двух нет. Вот они замерли в одном состоянии, то есть, видимо, какой-то возбудитель был убит, локализован, но на орхидеях остались вот эти изменения, и они никак пока не прогрессируют, и поэтому два вот этих листа мы с вами трогать не будем. Мы с вами удалим сегодня вот этот лист. И я сегодня вам покажу, как я это делаю, как мы обработаем растения, и что еще я предприму для того, чтобы помочь этой орхидее. Я беру остатки булуроскоши, это Топсин М, друзья мои, огонь препарат. И сейчас вы на экране видите характеристики, да, почему мне нравится. Это препарат нового поколения. Я неоднократно про него в видео говорю, у меня есть видео про этот препарат, и как он действует, и даже есть видео было-стало, да, через полгода, что с растением стало после применения Топсин М, какое оно было и какое оно стало. Все ссылки на видео, на которые я ссылаюсь в этом видео, или по смыслу связанные с этим видео, я буду размещать внизу в описании. Иногда ссылки будут всплывать в правом верхнем углу, и в конечные заставки тоже заглядывайте, потому что там я тоже буду размещать интересные ссылки, с моей точки зрения тоже связаны с этим видео. Итак, берем Топсин М, препарат нового поколения, системный фунгицид. Я сейчас буду делать суспензию. Если вы будете поливать Топсин М, то это 1 грамм на 1 литр воды. Я таким образом размашу Топсин, хотя в свое время я прерыла весь интернет, для комнатных цветов нет дозировки. Но орхидейки у нас растения необычные, вот этот веламен, он крайне уязвим, подвержен различным внешним воздействиям, его можно легко сжечь разными препаратами, удобрениями, там еще какими-то вмешательствами, поэтому про, кстати, строение корней орхидеи у меня есть видео, обязательно смотрите, потому что нужно понимать, да, почему вот этот слой уязвим, что такое веламен, как вообще из чего состоит корень, как он работает, чтобы всю механику, химию, физику процессов понимать. Так вот для орхидей все дозировки нужно уменьшать. И я вывела для себя эту дозировку, я смотрю, так вот и другие орхаманы тоже такой же дозировкой пользуются, 1 грамм на 1 литр воды. Если вы поливаете, если же я готовлю суспензию, то я сейчас вам покажу, как я ее делаю. Что мы сейчас будем делать с вами? Мы сейчас на листе находим место, где заканчивается здоровая ткань и начинается больная. В нашем случае вот начинается больная ткань и я отступлю еще где-то миллиметров 5 и обрежу лист. Ну что, приступим к операции? Так, смотрим. Что мы тут имеем? Вот она, это больная часть листа. Видите, я здоровую ткань зацепила где-то миллиметров 5. Вот это вот больная ткань. Все. Вот это мы выбрасываем смело, не боимся, не стесняемся. А здоровый вот этот срез, вот этот срез, видите, да, у нас обязательно обработаем вот этой нашей суспензией. Так. Вот она, видите, какая такая кашка. Можно обработать зеленочкой, можно обработать максимом. Ну, чем-то таким, знаете, дезинфицирующим. Мне кажется, зеленочка, конечно, маловато, но да что-нибудь, знаете, коль уж лист больной, то обработать этот срез с каким-нибудь фунгицидом. Все-таки. А зеленочка, мне кажется, это слабоватенькая история. Все. О, так даже полилось. Ничего страшного вообще. Что теперь я хочу? Смотрите, этот лист нездоровый, я хочу промазать вот так вот, знаете, не стесняясь. Вот это вот все вот черное. Смотрите, этот лист нездоровый, в общем, я измазала все. Три листика я обработала с двух сторон. Вот видите, как еще, да? Для того, чтобы... Здесь вот эта профилактическая история, а там активная, да? Мы срезали, и здесь еще какие-то есть тоже изменения. Скорее всего, лист она этот съест, конечно же, потому что он уже вялый. Радует, знаете что? Радует то, что у орхидейки растет новый здоровый листик. И вот этот верхний, второй вот этот лист, он тоже здоровый. Хороший, здоровый. То есть, возможно, мы локализовали уже поливами с помощью фунгицида. Вот сейчас помогли еще по месту, так сказать, через лист орхидейки. Вот так вот оно у меня останется. Все. Вот тут потекло, пускай, ничего страшного. Топсин, он на то и топсин, он системный, он даже через листики попадет в сок. Обязательно посмотрите 132-ое видео на моем канале, в котором я как раз рассказываю, как действуют системные фунгициды. Об этом нужно понимать, для того, чтобы, ну, знать, как и что применять. Ну, на этом мы с вами сегодня и закончим. У нас сегодня с вами было видео посвящено, ну, как-то, экспресс, с помощью орхидеи. И мы удаляли с вами лист и обрабатывали фунгицидом. Всего вам доброго, добра, любви и благополучия вашим орхидеям тоже. Пусть ваши орхидейки будут здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok